здравствуйте это я тв сегодня как раз та программа которая будет исключительно полезна и интересна для всех женщин но смотреть ее будут и мужчины тоже бюстгальтеры как их правильно подбирать и как их правильно носить у нас в гостях первый пока что единственный в екатеринбурге брофитер елена минза здравствуйте елена что за новое слово вы вводите в наш потребительский лексикон брофитер брофитинг что это вообще такое брофитер это специалист по подбору женского нижнего белья с учетом особенностей фигуры только лишь нижнего только говорим про это бельевой стилист это бельевой стилист по подбору бюстгальтера боди корректирующего белья но я позиционирую сейчас на подборе только бюстгальтера но это сложнее это сложнее в любом случае сложнее подобрать низ чем брофитер бельевой стилист отличается девочек консультантов в бельевых магазинах они же тоже ходят подсматривают говорят ой так хорошо вы так прекрасно у вас такой замечательный бюст мне бы такой же потому что в бельевых магазинах решение о покупке является конечным за потребителем за покупателем в любом случае она является конечным за покупателем но я направляю своего покупателя я ему показываю о тех моментах на которые он должен обратить при правильной посадке бюстгальтера на модель на те основные точки то есть я не говорю что это коллега бюстгальтер из последней коллекции он очень модно у него красивая расцветка расцветка и вам нужно его купить я акцентирую да я акцентируюсь именно на правильный подбор бюстгальтера я в состоянии объясните клиенту почему именно этот бюстгальтер она должна купить ну вот смотрите мне проблема подбора бюстгальтеров знакома вообще не понаслышке и я прекрасно знаю как это важно для любой женщины не просто иметь красивое белье иметь удобное и подходящее именно ей белье то есть брофитер занимается именно индивидуальным подбором индивидуальным подбором белья в чем заключается смысл учитывая физические особенности каждая отдельная женщина я начала эту работу не просто так потому что я сама обладать обладать и что же на губе и сталкиваясь с проблемой покупки удобного и красивого бюстгальтера я стала изучать эту тему и вышла на английскую марку по наш которая представлена представительство находится в москве прошла обучение и сейчас делюсь этими знаниями со всеми девушками профессиональность сертифицированный специалист это здорово елена вот вы сказали такую фразу красивого и удобного женщины вот все женщины которым за 30 а тем патчи тем кому за 40 привыкли что красота и удобство в части подбора бухгалтера бюстгальтера встречаются очень и очень редко либо красивый либо удобный если он удобный такой вот он как парашют если он красивый то он здесь мнет здесь выпирает здесь колет лямочки вырезаются сейчас не так ну красивого белья на самом деле очень много и и смысл заключается в том чтобы это красивое белье правильно подобрать ко мне приходят женщины в очень красивых эксклюзивных брендах но испытывают жуткий дискомфорт потому что белье подобрано неправильно и вот как раз на индивидуальных консультациях мы с ними приходим к тому мнению и они получают те знания которые они в дальнейшем могут использовать своей жизни покупая бренды не только в моем моей студии но и другие бренды какие самые главные ошибки совершают российские женщины при подборе бюстгальтера самое основной самый основной бич это очень широкий пояс и очень маленькая чашечка и косточка на примере есть два одинаковых визуально по фасону бюстгальтера они по фасону визуально одинаковых и мало того что я хочу сказать что и это чашечка д и эта чашечка д подождите нет но вот то что эта чашечка да я верю на то что вот эта чашечка да я не верю это чашечка д но она стать не статично она привязана к поясу и чем ниже пояс вот этот пояс 65 д тем меньше чашечка как правило девушки приходят с размером 75 70 b и c таких бюстгальтерах они неправильно подобраны и когда мы с ними индивидуально занимаемся подбором бюстгальтера то оказывается что их размер не 75 c а 65 d то есть женщины как правило склонны завышать вот эти показатели да и занижать вот эти показатели у каждого размера есть маркировка допустим 65 d вот это 65 д д 65 д это полнота чашки это чашечка д д это полнота чашки 65 как правило женщины думают что это их обхват под грудью но это совсем не так если вы носите размер 40 42 и 44 и вот эта чашечка д тоже до 44 размера как нужно определить размер пояса нужно взять клиенту померить свой размер под грудью и из этого размера вычесть 5 сантиметров если у вас больше размер чем 46 уже привыкли померили все ничего не вычитаем то из этого размера нужно вычесть от 8 до 10 сантиметров чем больше грудь тем больше сантиметров нужно вычитать серьезно лена настолько ли это важно вот вот настолько тщательно подходить к подбору без гону ну немножечко он тебе неудобен что дальше то вся наша жизнь боль или это действительно может привести к каким-то последствиям для здоровья я уж не говорю для настроения на самом деле некорректно подобранный бюстгальтер как пишут все врачи и мамологи и гинекологи и даже остеопаты это очень травматично для здоровья женщины если у вас бюстгальтер если ваши бретели впиваются в плечи ой как это знакомо когда тоненькие бретельки впиваются в плечи среднестатические среднестатистический размер россиянки это 75f это вот такой бюстгальтер каждая грудь весит примерно по килограмму вот представьте вы возьмите две гантели положите их на плечи и попробуйте с этим весом ходить полчаса тут еще и забота неврологов пережимаются не в нервы да да и начинает болеть голова голова плечи грудной отдел у многих женщин в возрасте там 50 60 лет от неправильного ношения бюстгальтера начинают неметь пальцы даже на руках то есть мы это думаем что у нас возрастные изменения у нас вегетососудистая дистония а у нас всего лишь неправильно подобран бюстгальтер что еще мужчины попробуйте знаете вот попробуйте себе действительно по два по три килограмма вот сюда положите походить тогда бы смысл профитинга заключается в том чтобы посадить вашу грудь на тугой пояс со временем этот пояс будет растягиваться здесь нагрузку с плеч бретели существуют не для того чтобы поддерживать вашу грудь они существуют для того чтобы откорректировать бюстгальтер по вашему росту когда ко мне приходят женщины и просят меня продайте мне бюстгальтер вот с такими лямками я их начинаю убеждать что это совсем не так вот если вы даже посмотрите на этот бюстгальтер 95 это моя любовь ребята это вот вы так его и растянем вы заметите что лямки они широкие но не настолько как мы привыкли видите бюстгальтера с большими размер это 95 джей вот необычайно красивый и поэтому вашу грудь будет держать не лямки в при корректно подобранном бюстгальтера вашу грудь будет держать не лямки а именно тугой пояс потому что в состав ткани из которых шьются бюстгальтера входит эластан он растягивается в 500 раз принимая свою обратную форму ваш бюстгальтер при активной носке растянется в 25 раз вы будете ощущать и но в первые два дня некую сдавленность вот в этой области но это очень быстро пройдет потому что все белье пропитана крахмалом и после первых двух стирок он вымывается и и вы будете уже ощущать комфорт елена наша прекрасная модель готова мужчины подходите поближе к экранам настя подходите ближе к нам мы будем на вас показывать и про вас рассказывать это правильно подобранный бюстгальтер это правильно подобранный бюстгальтер и я расскажу основных критериев на что нужно обращать во первых тугой пояс расстояние пояса оттянутого от спинки должно быть достаточно тугим в него должна помещаться ладонь очень плотно помещаться вертикально стоящая ладонь это как средняя температура по больнице если без пояс оттягивается дальше то бюстгальтер вам велик если меньше то пояс вам малой для нового бюстгальтера характерно за его застегивать на самые ближние крючки постепенно когда пояс начнет растягиваться вы будете переходить для чего три ряда крючочков а вовсе не для того чтобы под каждую женщину подогнать да вы будете переходить на крючки и когда вы перейдете на самые дальние крючки это говорит о том что ваш бюстгальтер отработал и его пора заменить друзья мои три ряда крючочков нужны для того чтобы бюстгальтер растягивался и вы могли его стягивать со временем чуть плотнее второй параметр пояса он должен находиться ниже лопаток они на уровне лопаток как привыкли многие женщина как раз ниже лопаток и параллельно линии пола он не должен двигаться даже если вы поднимаете руки подними пожалуйста немножко руки ваша грудь не должна выплывать из под косточек вот второй параметр это правильно подобранные косточки ни в коем случае они не должны находиться вот здесь или вот здесь и впиваться в ткани молочной железы они должны строго огибать вашу грудь перемычка должна плотно прилегать к телу но в нее должно помещаться два пальца но тоже с трудом плотно да плотно бретели не должны впиваться в плечи покажите существуют для того чтобы отрегулировать бюстгальтер по вашему росту и всю тяжесть в вашей груди принимают на себя пояс свободно должны помещаться два пальчика вот эти основные критерии по которым вы можете проверить правильно ли вы носите свой бюстгальтер но подобрать индивидуально я вас приглашаю в свой шоу-рум настя мы вас приглашаем переодеться и показать нам еще один показать нам еще один спортивный бюстгальтер что мы можем посоветовать с тем мужчинам которые любят приходить в магазин в преддверии 8 марта и говорить ну мне вот мне примерно вот такой вот красный оставить эту глупую затею и покупать сертификаты подарочные своим любимым женщинам во первых вы можете не угадать с размером вы можете не угадать со стилем который необходим для вашей любимой даже с элементарным цветом или расцветкой то есть все таки лучше приобретать подарочный сертификат и поверьте ваша женщина будет вам очень довольна благодарна а если туда включить еще и бесплатную консультацию брофитера да и последующий навык который получит женщина инвестиции в будущее давайте сейчас формулируем ну допустим топ 5 основных правил правильно подобранного бюстгальтера топ основных правил так первое правило пояс должен находиться параллельно полу он должен натягиваться от спинки на 5 сантиметров то есть на ширину вашей ладони второе правило косточки не должны врезаться в ткани молочной железы а должны плавно огибать и и и третье перемычка должна в нее должна очень плотно прилегать к телу но в нее должно поместят помещаться два пальца и бретели бретели не должны не спадать не врезаться и тоже должно между плечом и перемычкой проходить два пальца два пальца как вы нам показывали какова средняя цена вот такого качественного подходящего именно тебе бюстгальтера я что хочу от допустим от от трех шестьсот до восьми тысяч в мире существует 200 размеров бюстгальтера я представляю бюстгальтера на чашки д до чашки к я специально не составляю никакую конкуренцию магазинах потому что в масс-маркете таких размеров просто нету и пошив бюстгальтера на большую грудь намного отличается от просто пошива стандартного бюстгальтера во первых используются абсолютно другие ткани которые недоступны масс-маркету они проламинированы они тянутся но не настолько сильно тянутся на ваши бюстгальтера будут вас отлично поддерживать и ну естественно украшать лена что за вообще из чтобы почему исторически так сложилось что женщины привыкли к тому что удобный бюстгальтер равно некрасивый бюстгальтер откуда вообще пошло ну с тех времен как прихлопнули нэп и когда были закрыты все мануфактуры которые делали изысканные милые вещицы для дам мы уравнялись своих гендерных правах и стали совместно строить коммунизм было вообще всего четыре размера 1 2 3 4 и те кто не попадал в этот ряд либо вообще отказывались от этого изделия либо им приходилось пользоваться индивиду услугами индивидуального пошива и когда их монтан пятьдесят шестом году был на гастролях и часть гонорара потратил на покупку советского женского и мужского белья и потом эту выставку организовав в париже которая была очень популярна я считаю что вот именно тогда мы очень сильно проиграли западу подождите он организовал эту выставку чтобы посмеяться над нами ну конечно это было это было юриму юмористическая российская экспозиция нижнего белья да где были представлены четыре вида бюстгальтеров серо-черном и наверное в розовом оттенки кальсоны ну и трусики сами представляете какие не будем о плохом давайте о прекрасном настя приходите пожалуйста друзья мои настя продемонстрирует нам сейчас спортивную модель бюстгальтера есть такое понятие как бельевой гардероб и в него должен обязательно входить спортивный бюстгальтер вот этот бюстгальтер даже если женщина не занимается активным спортом все равно она все равно идет активный образ жизни даже например на тех же грядках гуляя с внуками с детьми где приходится бегать и пробежаться на те же самые прогулки или конный какой-то отдых это чем отличается спортивный бюстгальтер от обычного ну во первых этот вообще бюстгальтер спорта по нашим уникален уникален тем что он инкапсуляция доставьте нам удовольствие пожалуйста и дальше этот бюстгальтер разрабатывали не модельеры а британские инженеры здесь строгий математический расчет на тяжесть груди и применена система инкапсуляции то есть каждая грудь отдельно в капсуле здесь мягкие косточки которые принимают исходное положение и существует вот такой дополнительный крючок как функция его какова более четко зафиксировать грудь и в таком состоянии ваша грудь будет забетонирована вот насти попробуй пожалуйста попрыгать только повернитесь на камеры попрыгайте пожалуйста насти говорит что да что она находится же и грудь находится в состоянии невесомости то есть настолько четко зафиксирована зафиксирован бюст что и не скачет вот если вы посмотрите бюстгальтера которые представлены наших спортивных магазинах они рассчитаны на то чтобы просто зажать грудь давайте настю отпустим настя спасибо вам спасибо украсили нашу программу я увидела четкую разницу между этим бюстгальтером и между тем что продаются в наших магазинах все спортивные бюстгальтеры они просто сжимают компрессионный эффект да имеют компрессионный эффект причем сливая две в одну да здесь я вижу каждая грудь по отдельности даже если вы будете очень активно тренироваться при кардия нагрузки и естественно когда мы тренируемся мы потеем вы не нанесете никакого ущерба своей груди грудь состоит из куперовых связок и вот как раз такие модели на большую грудь они все немного инкапсуляционные они вашу грудь с очень надолго беда любой большой груди то что со временем силой тяжести делает свое грязное дело она начинает обвисать правильно подобранной во время бюстгальтера девочки у которой сформировалась грудь помогает до старости сохранить ее в нужной форме в нужной форме и мир ровно потому что поддерживают ее так как нужно поддерживать мы с вами не закончили разговор про цену на бюстгальтеры начиная от 3500 потому что это трех с половиной тысяч потому что это индивидуальная работа и до до 7 700 вот самый дорогой бюстгальтер 7 700 это от спору брапанаж и здесь как мне сказали вы пользуетесь тем что этих размеров нет в магазинах и поэтому у вас такие высокие цены совсем нет эта марка продается в 56 странах мира и везде она выставлена по одной и той же цене вплоть до московских и интернет-магазинах везде зафиксирована одна и та же цена интернет насколько вообще допустимо заказывать нижнее белье через интернет с помощью интернет если вы только точно знаете ваш правильный размер если вы не знаете ваш правильный размер то я не советую правильный размер и правильную фирму которую вы уже опробовали потому что размеры в разных фирмах но дело в том что не все женщины уверен то есть они уверены что неправильно подбирают себе белье но на самом деле это не так я знаю что правильно подобранный бюстгальтер может очень сильно и очень качественно скорректировать фигуру да это я видела картинки где женщине меняли бюстгальтер и она стройнела на два размера это так если вы посмотрите мой аккаунт там очень много таких примеров с живых примерок приведено дело в том что когда поднимается ваша грудь правильно подобранными бюстгальтере у вас открывается самое тонкое место и визуально женщина стране туловище переходящая в талию визуально женщина действительно стране и где-то килограмм на пять и прежде чем заняться основным своим стилем то есть сейчас очень много женщин прибегают к услугам стилистов начинать все таки нужно с бюстгальтера потому что это основной каркас и ни одно платье даже супер дорогое брендовые они будут на вас красиво смотреться если на вас неправильно подобранное белье минимальный базовый скажем так бельевой гардероб каким должен я конечно могла бы его расписать до 10 бюстгальтеров нет нет давайте все таки начнем с минимума с чего-то нужно начинать это нужно начинать с двух цветов бежевый и черный не белый нет белый это все таки цвет для невест и он очень высветляется под всеми белыми блузками бежевый близкий к тону вашей кожи темный это не обязательно должен быть черный бюстгальтер это могут быть цветные варианты но которые принято одевать бежевый и черный остановимся на этом модели модели могут быть как с мягкой но в деловом мире принято носить вот такие дешевые да жесткие чашки потому что есть женщины у которых выделяется очень сильно соски через мягкую чашку и в англии девочек уже даже в дресс-код введено что девочки в школу ходят именно в формованные чашки строгий бюстгальтер с формованные чашки и спортивный и спортивный ну и конечно будуарный предназначенный для особых случаев как правильно ухаживать за этим предметом гардероба конечно если вы хотите продлить жизнь своему бюстгальтеру его нужно стирать руками при какой температуре до 20 градусов не выжимать не жулькать достаточно его замочить прополоскать дать воде стечь и что он должен высохнуть естественным способом не надо его сушить ни на каких полотенцесушителях машинках и не конечно не гладить и вы верите что по фасону белья по нижнему белью можно определить характер женщины по нижнему блю вообще определяется женщина это то с чего начинается женщина а вы сталкивали сталкивались с тем что к вам приходили клиентки вы им подбирали идеально подходящий бюстгальтер и они менялись все менялось стиль настроение настроение в первую очередь меняется знаете у нас конечно дефицит раз больших размеров и поэтому женщина уже когда приходит и находит хоть один бюстгальтер который подходит в ее размере идеально садится для нее это уже просто счастье конечно я не собираюсь останавливаться только на этих двух брендах представленных у меня в магазине и буду расширять и модельную линейку и размерный ряд самый большой размер который вообще может быть который присутствует чашек магазин самый большой это до чашки ну и это вот если на цифры куда мы же привыкли по мы же как привыкли я не могу это это не коррект это некорректно будет говорить потому что вот смотрите вот эта чашка к но объем под грудью 60 60 у меня 65 да это вот такой вот очень это очень стройная девушка но вот с такой пышной грудью поэтому нету уже совсем давным-давно таких понятий как 1 2 3 все решает ваш объем под грудью и ваш объем груди по самым выступающим точкам давайте сейчас дадим советы нашим зрительницам что нужно сделать в первую очередь для того чтобы начать самого начала с нижнего белья ну во первых проанализировать видимо тот гардероб что у тебя уже есть я как раз вот рассказала по каким точкам нужно это сделать хотя бы подойдите к зеркалу и оттяните свой пояс вот так если он оттягивается намного больше чем ваша ладонь это ну уже все бюстгальтер с этим бюстгальтером можно попрощаться прийти ко мне на индивидуальную консультацию да и все-таки даже не покупая можно получить эту консультацию понять что именно тебе подходит что ты хочешь и в чем ты будешь чувствовать себя максимально если ваш размер от 75 бета вы можете спокойно приходить на бесплатную консультацию я к сожалению пока не работаю с очень маленькой грудью с маленькой неинтересно елена не с маленькой тоже интересно у них те же самые проблемы ну не скажите нам бы их проблем спасибо вам большое за такую интересную консультацию за столь щепетильную откровенную тему за то что вы так подробно рассказали женских проблемах я думаю что их станет со временем гораздо меньше дорогие друзья не переключайтесь оставайтесь на этого приходите на бесплатную консультацию по индивидуальному подбору белья в котором вы будете ощущать себя не только уверенно и комфортно но и почувствуете себя счастливой записывайтесь на консультацию по телефону 272 82 11 бизнес-центр высоцкий офис 1402